Где она? Где я вас спрашиваю? Кто? Англия. Одну секунду, ваше высочество. Вот. А где мы? Мы. Вот. Это же рядом. А что ты вообще считаешь для себя родиной? Потому что есть очень многие люди, особенно из профессии, которые вот, ну, себя ощущают везде комфортно. А у тебя вот есть какая-то вот привязанность к языку? Я как-то привязался за последние 61 год к русскому языку. Может быть, это странно. Но на нем сейчас говорят во многих городах. Город Лондонский есть, где говорят на русском языке. Я почти идеально говорю по-английски, зная 12 слов. Вот. Потому что там сложнее всего разобраться с глаголами. Ты поможешь, да? Это я делаю руками. Вот. А слов, которые я не знаю, показываю. Вот. Что куда двигается, что куда идет. Я шучу, украинский знаю. Вот. В совершенстве, наверное, просто практики нет, поскольку я школу заканчивал на Украине, во Львове. А то, что ты называешь родиной, родина – это для меня земля и люди. Поэтому, наверное, родина моя – это Москва. Ну, мы вот рождены в Советском Союзе. Поэтому вот ты сам эту дверь открыл, сам упомянул по соседям наших. Как вообще ты вот считаешь это? Как и когда закончится вся эта история? Я знаю только, что когда мы периодически стали говорить, что мир сошел с ума, я считаю, что мир сошел с ума в том числе и на нашей территории. Люди сошли с ума. Люди перестали. Совершенно другое отношение к смерти, к войне, к терроризму. Это стало привычным, обыденным. И это, конечно, страшно. И когда мы говорим о конце цивилизации, то, может быть, это первые признаки, а может быть, уже и не первые признаки того, что этот процесс все равно идет. Как это ни страшно, и как это ни грустно. И сколько бы сил не применялось для того, чтобы обезопасить человечество. Но мир сошел с ума, и люди сошли с ума. И то, что происходит на Украине, вообще немыслимо. Потому что это так... Помнишь фильм тот сам Мюнхгаузен? Да, конечно. Помнишь, когда броневому говорят, что Англия объявила войну? Англия? И он сантиметром начинает глобусом. Это же рядом. Ну вот это же рядом. И меня даже иногда пугает то, что мы смотрим телевизор, смотрим новости, ужасаемся от того, что происходит. Ужасаемся этой информационной, как бы биполярной войне. И почти привыкли к этим новостям. То есть, ну так человек устроен, что мы привыкаем. Если ты ешь некачественную еду, то первые недели ты будешь бегать в сортир, да, или тебя будет выворачивать, да. Но если больше 10 дней есть эту еду, организм привыкнет. И будет есть, потреблять то, чем... Понимаешь, да? И я думаю, что с точки зрения эмоций, мозгов, я с невероятной грустью, нет, не грустью, как бы тебе сказать, печалью и ужасом, понимаю, что люди привыкли воспринимать негатив как составляющую ежедневной нашей жизни. Через 20 минут начнется война с Англией. Что Англии? Привыкли чуть-чуть, что Англии, Англии. Хватит болтать! А где наша гвардия? Гвардия где? Очевидно, обходят флангов. Кого? Всех. Ваше высочество. Ну, как дома? Все ничего? Все здоровы? Да, все хорошо, спасибо. Это правда? Что? Ну, не знаю, как сказать, но... В общем, ну, говорят, будто бы, значит, вы обивели войну Англии. Нет. Нет? Пока еще нет. Война начнется 4 часа. Если Англия не примет условия ультиматума. Ультиматума? Я выслал им ультиматум. Кому им? Английскому королю и членам британского парламента. Я предложил Англии прекратить бессмысленную войну с североамериканскими колонистами и признать их независимостью. Срок ультиматума истекает сегодня в 16.00. Если мои условия не будут приняты, я лично начну войну. Начнете войну? Начну. Где командующий? А. Так. Ну, вот что. Послав ультиматум королю, барон тем самым перешел все границы. Война это... Вы знаете? Я помню, ваше усочество, когда... Достаточно. Сдайте шпагу. Ваше усочество, ну, не идите против своей существа. Я знаю, вы благородный человек. И в душе тоже против Англии. Да, в душе против. Да, она мне не нравится. Но я сижу и помалкиваю. Война это... Подождите. Одним словом, вы арестованы, господин барон. Сдавайте шпагу. Я жду. Сдавайте, сдавайте. Совершенно распустились. Кто хочет, объявляет войну. Кто не хочет, не объявляет. Господин барон, господин барон! Вы просили вечернюю газету! Вот! Тайфун в Сицилии. Выше. Куда поехать с семьей в свободное время? Выше. Вот. А, вот. Сообщение из-за границы. Англия признала независимость Америки. Так, без десяти четыре успели. Их счастье. Честь имею. Почему продолжается война? Они что, у вас газеты не читают? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok